В российских аптеках появились новейшие рецептурные препараты от коронавируса – ариплевир и коронавир. При молчаливой поддержке чиновников Минздрава производители этих лекарств не стесняются в выражениях, обещая буквально чудесное исцеление от поразившей весь мир заразы. Больные коронавирусом чуть ли не сразу после приема этого лекарства чувствуют себя лучше, а выздоравливают уже за пару дней. Да, дорого стоит, больше 12 тысяч рублей за упаковку, но зато спасают жизни. Не было этого лекарства, и люди от коронавируса умирали. Теперь, как врач говорит, теперь, когда у нас есть это лекарство, люди перестают умирать. Это революция. Эффективность лекарства, эффективность ариплевира приближается к 100%. Привет, меня зовут Настя Ольшанская, и я решила разобраться, так ли эффективны и безопасны российские лекарства от коронавируса, как нам говорят. И российские ли они вовсе? Начнем сначала. В этих трех лекарствах одно и то же действующее вещество – фавипировир. Этот препарат был разработан в США как лекарство от гриппа, но там его так и не зарегистрировали. Зато это сделали позже, в 2014 в Японии. С помощью фавипировира планировали лечить те случаи гриппа, когда другие препараты уже не помогают. Когда началась пандемия нового коронавируса, Япония решила протестировать, насколько этот противовирусный препарат эффективен в борьбе с ковидом. С марта по май в предварительном исследовании участвовали 89 пациентов. К сожалению, по результатам этого исследования выяснилось, что фавипировир не обладает существенной эффективностью. Япония продолжает изучать этот препарат. Зато его еще в марте по результатам предварительных исследований одобрили к использованию в Китае. В России препарат зарегистрировали в мае и начали испытания на больных в стационаре. Но специалисты, мягко говоря, сомневаются в методологии проведенных исследований. Каких-то заявлений из других стран о высокой эффективности такого препарата не поступало. У меня нет уверенности, что это исследование было проведено у нас в России двойным слепым методом. Боюсь, что такое исследование не было проведено. Если оно было проведено, о нем должны были заявить, результаты должны были опубликовать, и только тогда можно было бы его с легким сердцем применять. Ясно, что министерство дало разрешение на этот препарат, по-видимому, учитывая, что вот у нас такая ситуация с развитием коронавирусной эпидемии, значит, лучше что-нибудь, чем ничего. Что касается заявления, о котором вы сказали, что разработчик заявил, что высокая цена, потому что спасает жизни, я считаю, это не очень достойное заявление. Сейчас, в период эпидемии, конечно, есть люди, которые пытаются нажиться на этой эпидемии. Но вот медицина, в частности, наша российская медицина, она бесплатно лечит людей, разрабатывается вакцина, всю разработку оплачивает государство, и она будет применяться бесплатно. И вдруг мы слышим такие заявления о том, что вот некое лекарство спасает жизни, поэтому оно дорого стоит. На самом деле, меня уже неоднократно спрашивали, почему это лекарство стоит так дорого. Я говорю, что, скорее всего, наверное, это связано с тем, что производство его дорого стоит. Ну, сложный синтез там и так далее. Оказывается, нет. Оказывается, дело в том, что оно спасает жизни. Вот то, что оно спасает жизни, это заявление недостаточно мотивированное. И я не знаю исследований, которые, так сказать, подтверждают эту точку зрения. Регистрация фавиаперавира происходила по упрощенной схеме, согласно постановлению правительства в связи с пандемией. По этой норме использовать препарат можно еще до окончания полноценных клинических исследований. А предварительные разрешения де-факто принимают на основании непубличных данных, которые фармкомпании предоставляют чиновникам из Минздрава. Конечно, говорить о том, что получены данные на 200 пациентов, данные по эффективности, в общем, конечно, это несерьезно. То есть, ну, это рассчитывают конкретно выборку необходимого количества пациентов, рассчитывают специальные люди биостатистики, когда готовится протокол, да. Как правило, исследования, ну, как я уже говорила, осуществляется слепым методом, и, конечно, должна быть группа сравнения, ну, там, либо с исследуемым препаратом, если отсутствует, в принципе, терапия, то, соответственно, с плацебо. Ну, базовая терапия все равно, наверное, уже даже по тому же ковиду какую-то будут использовать. То есть, конечно, формат проведенных исследований, он пока не позволяет с убежденностью говорить о том, что вот препарат подтвердил эффективность. Как ни странно, главное опасение вызывает не отсутствие доказанной по всем правилам эффективности фавиоперавира, а его побочные эффекты в сочетании с продажей в аптеках. Дело в том, что препарат сильно влияет на эмбрион, вызывает либо его гибель, либо мутации. То есть, его нельзя применять беременным женщинам, либо придется делать аборт по медицинским показаниям. Более того, препарат накапливается в сперме, поэтому мужчинам показана контрацепция на все время лечения и еще на три месяца после. Женщины перед началом приема препарата должны сдать тест на беременность, а затем предохраняться еще на протяжении месяца после окончания лечения. Что будет, если эти рекомендации проигнорировать, мы знаем из-за таллидомидовой трагедии. С 1956 по 1962 годы в 46 странах мира широко применялся препарат таллидомид. Это успокоительно избавляло от тошноты, снижало раздражительность и способствовало здоровому сну. Идеальное средство для беременных. Но, как и в фавиперавир, таллидомид вызывает мутации или гибель плода. Тогда об этом никто не знал. В результате на свет появились до 12 тысяч младенцев с различными патологиями. Около 7 тысяч из них погибли в раннем возрасте. Конечно, фавиперавир пока не планирует продавать так же свободно, как в свое время продавали таллидомид. Но сейчас во всем мире начинается вторая волна пандемии. А это значит, что люди снова начнут закупаться всем, что может помочь. От безобидных масок и антисептиков до серьезных лекарств. В условиях такого ажиотажа контролировать, есть ли рецепт у каждого покупателя, достаточно сложно. Особенно с учетом российских реалий. Препарат относительно новый, новый не только для российского рынка, относительно новый в принципе для мирового фармрынка. У препарата еще очень мало накоплено опыта его использования и очень недостаточно понимания тех побочных эффектов, которыми он обладает. Если открыть инструкцию этого препарата, самое явное, что бросится в глаза, это то, что препарат обладает тератогенным эффектом. То есть он нарушает развитие плода, может привести к врожденному родству. От этого, соответственно, возникает целый ряд ограничений и целый ряд предположений о том, что продукт, наверное, все-таки не такой безопасный, как хотелось бы. Вообще непонятно, почему подобные препараты, учитывая их опасность, учитывая их не до конца изученный профиль безопасности, попадают в розничную продажу. Это очень странное, очень спорное решение. Препарат можно применять, можно применять при определенных условиях, даже амбулаторно можно применять. Другое дело, каким образом будет построен контроль за доступом к этому препарату. То, что он будет рецептурный, это понятно, но этого абсолютно недостаточно, потому что мы прекрасно понимаем, как в нашей стране обстоят дела относительно безрецептурного отпуска рецептурных препаратов. Это колоссальная проблема, которая не сейчас возникла, и, конечно, она в отношении этого препарата никуда не денется и никоим образом не разрешится. Что мы имеем в итоге? Фармкомпании поставляют в аптеки лекарства с недоказанной эффективностью по огромным для России ценам. Претензии к недобросовестным предпринимателям предъявить трудно, в конце концов они просто зарабатывают деньги так, как умеют. Но совершенно невозможно понять мотивацию чиновников Минздрава, которые планируют включить эти сомнительные лекарства в список жизненно важных препаратов. И все это перед началом сезонного роста заболеваемости коронавирусом, о неизбежности которого говорят большинство экспертов. И в этих критических условиях люди, наслушавшись обещаний производителей этих препаратов, побегут в аптеки и всеми правдами и неправдами купят за 12 тысяч рублей упаковку таблеток, которые в лучшем случае не принесут никакой доказанной пользы. Как в таких условиях доверять рекомендации Министерства здравоохранения? А что, если эти конкретные рекомендации просто отписка о проделанной работе для начальства? Фармкомпании заработают деньги, чиновники отчитаются об успехах. Нужно ли нам такое Министерство здравоохранения? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. До новых встреч!